В редакцию открытого канала обратились жители поселка Поливановка. Люди жалуются, что жить здесь стало невыносимо, потому как уже на протяжении долгих лет их будни отравляют бездействие водоканала. Круглый год на разных участках системы водоснабжения прорывает трубы, внимание на которые ни одна управляющая структура не обращает. С 26 числа здесь прорывало трубу. Звонил неоднократно водоканал. Отвечали, что заявка принята, но по сей день вода так и текет. У нас такая специалист есть в Нижневолгском управлении. Она сказала, что вода течет с малинового родника. Получил я с Министерства природопользования Саратовской области письмо, что малиновый родник проходит на 11-й дачной. Он никак сюда не может попасть. Сотрудники водоканала в резкой форме отказываются разговаривать с жителями на эту тему. А убытки от утечки очищенной проточной воды приходится возмещать все тем же жителям. Но это не самая главная проблема. От немногочисленных скрышных работ дороги оказываются размыты и усеяны рытвенными и ямами. Именно по этой причине в глубину поселка отказывается проезжать общественный транспорт. Когда выделялись деньги, я не помню сколько лет назад, писали на какие улицы, сколько миллионов выделено. Мы обрадовались, думали, ну засыпят наши ямы. Прошло, смотрим, ремонт идет. Потом дошли вот где-то вот здесь, наверное, до перекрестка, все, ремонт закончился. Я звоню, они говорят, ну, наверное, значит, деньги закончили, раз у вас не делают. Прошло недели две, подхожу на остановку, смотрю, вторым слоем кладут асфальт. Говорю, вот ничего себе, ну хотя бы нам щебенки или чем, камнями бы засыпали эти ямы. И так каждый год дырки там заделывают, заделывают, а до нас, до нашей улицы так до конца не добираются. Поток воды течет ручьем сквозь всю Поливановку, где-то подмывая фундамент домов, где-то затапливая огороды, а в некоторых районах и целые участки. Вести свое хозяйство в этом частном секторе кажется немыслимой привилегией. Ну весь участок вот этот вымерз, вот он. Ну зимой прорвало, вон мимо Крыжовник пошла, вода здесь, были сильные морозы, все замерзло, дом сделалось, подальдом замерзло. Лук, чеснок под зиму сажал, все замерзло. В таких условиях поливановцы справляются с этой бедой как могут. За свой счет меняют ржавые старые трубы на современные пластиковые, прорывают канавы, направляя поток воды в нужное русло и поднимают уровень участков, чтобы хоть как-то можно было передвигаться по своей территории. Кстати, по некоторым данным, такое название поселок приобрел в честь основателя, первого саратовского губернатора Ивана Поливанова. Однако в последние годы кажется, что поселок назван в честь водоканала с его бесконечным нежелательным поливом. Валерия Павелко, Матвей Фляжников, Открытый канал.